Развитие малой гидроэнергетики – одно из приоритетных направлений государства. Сейчас Кабминам поставлена задача разработать проекты по строительству возобновляемых источников энергии. Строительство малых ГЭС сейчас ведется по всей республике, а некоторые уже введены в эксплуатацию. К примеру, в Баткенском районе, в селе Кыштут, этим летом введена в работу малая ГЭС мощностью 10 мегаватт. И это только первый каскад. А запланировано их построить пять. Кроме того, создана соответствующая инфраструктура, построено два бассейна, 700 метров каналов, проведены пять километров линий электропередач. После завершения всех работ бесперебойные электроэнергии будут обеспечены свыше пяти сел района. Сегодня будущее за возобновляемыми источниками энергии. Тем более, что в Кыргызстане потенциал энергетики 142 миллиарда киловатт-часов. Мы же из всего этого используем лишь 10%. Сегодня мы вкладываем свои силы в развитие малой гидроэнергетики. Большим событием стала закладка капсулы под строительство Куланакской ГЭС на реке Нарын при участии президента Садыра Дяпарова. Мощность ГЭС 100 мегаватт. Обеспечение энергетической независимости и безопасности страны – одна из наших главных задач. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы эти цели не остались лишь на бумаге. Сейчас мы изучаем разные направления развития возобновляемых источников энергии. Среди них особое внимание уделяем строительству малых ГЭС. Имеется возможность построить на реке Нарын другие ГЭС на 2500 мегаватт. Надеюсь, в ближайшем будущем мы построим множество средних и малых гидроэлектростанций. Ожидается, что гидроэлектростанция будет производить 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. А это значит, что ею будет полностью обеспечена вся Нарынская область. К строительству ГЭС будут привлечены более тысячи работников, большинство из местного населения. Общие сложности у нас на пяти земельных участках. Это будут пять Айлюкметы, Джамбулахский, Мимбулахский, Учкунский, Эмбектолинский и Джиргитальский Айлюкметы. На их территории мы будем строить это деривационный канал, а также ГЭС. Мы хотим за счет собственных средств подключить самотеком канал, который сейчас есть в Кулаганской долине. Это будет где-то порядка общая сложность пять километров. Мы из них там начитаем головной водозаборный узел и там подвоезжающий начальный канал. Согласно проведенным исследованиям, на сегодня освоение малой гидроэнергетики республики доходит примерно до полутора процентов от общего объема, когда потенциал свыше миллиарда киловатт-часов. Если будет использован гидротехнический потенциал, то строительство малых ГЭС станет возможным на 292 реках страны. Приблизительная мощность составит 178 мегаватт. До 70-х годов в Кыргызстане действовало около 300 малых ГЭС. После того, как начали работать крупные ГЭС и ТЭС, большинство малых гидростанций были полностью закрыты или же законсервированы. Их восстановление это долгий и порой невозможный процесс, так как возраст оборудования достиг технического предела и работать просто не может. Наряду с этим в этом году начата реализация самого амбициозного проекта в сфере энергетики Камбаратинская ГЭС-1. На ее строительство потребуется от 8 до 10 лет. Мощность Камбаратинской ГЭС-1 1860 мегаватт. Она будет вырабатывать 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. По предварительным оценкам высота плотины составит 256 метров. А объем накопленной на гидроэлектростанции воды может превышать 5 миллиардов кубометров. Общая смета проекта 2 миллиарда 916 миллионов 600 тысяч долларов. Строительство гидроэлектростанции шестиэтапное. На первом этапе проект финансируется за счет бюджетных средств. Далее будут привлечены инвесторы. Сейчас на объекте ведут строительство дороги и некоторых инфраструктурных объектов. Камбаратинская ГЭС-1. У нас сейчас подготовительные работы идут по созданию, улучшению инфраструктуры. Там сейчас подготовка трансформаторной подстанции для собственных муж-строителей. Установлено уже ТП. Прокладка кабеля идет. По тоннельной работе ведется подготовительная. Мост, дороги и городок. В этом направлении ведется работа по Камбаратинской ГЭС-1. Там мощность станции будет 1860 мегаватт. Установленная мощность. Мощность одной гидрогенератора там составляет 440 мегаватт. По Камбаратинской ГЭС-2 в данный момент документы готовы. Техническое задание для выставления на тендер по установке второго гидроагрегата. Установка второго гидроагрегата у нас мощность будет 120 мегаватт. В настоящее время по стране ведется строительство более десятка малых ГЭС. Кроме того, в активной фазе ремонтируется и проводится реконструкция уже имеющихся станций. Завершение работ даст не только толчок к экономике, но и в первую очередь создание условий на местах, улучшение инфраструктуры и, главное, обеспечение электроэнергии населения. На сегодняшний день уже заканчивается полностью замена четвертого гидроагрегата на тактовоческое ГЭС. Это прирост мощности до 60 мегаватт на одном энергоблоке. После обеспечения внутренних потребностей, значит, крыска с чем будет экспортоориентирована, и, соответственно, цена на экспорт будет больше, чем для внутренних потребителей. Кроме того, возможно восстановление 39 малых ГЭС, построенных ранее, общей мощностью 22 мегаватт, способных вырабатывать в среднем 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. В Кыргызстане существуют пилотные проекты и инициативы по реализации объектов возобновляемых источников электроэнергии. Это малые ГЭС, солнечные, ветровые, биогазовые источники. В этой связи при Кабмине создан фонд «Зеленой энергетики». Его создание нацелено на формирование эффективной системы государственного управления в сфере «зеленой энергетики» с целью аккумулирования денежных средств для финансирования, проектирования, содержания, субсидирования, ремонта, реконструкции, строительства и развития «зеленой энергетики», а также стимулирования, разработки, внедрения и производства энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии. Сегодня за развитием гидроэнергетики. Одно из лучших развитий – это разработка строительства электростанций, в том числе как малых, так и больших, как привести более полную мощную работу электростанций, то есть полную работу их каскадов. Там несколько каскадов есть. Поэтому я также считаю важным правильное решение в том, чтобы не только развивать большие электростанции на больших водотоках, а малых электростанций, которые, знаете, также очень важно правильное решение принято в том отношении приглашать сюда инвесторов и иностранных, и своих инвесторов использовать. То есть идет полномасштабная работа по улучшению энергообеспечения страны. И здесь важно еще и то, что создаются условия для инвесторов. Основными из них являются укрепление нормативно-правовой базы. Только за прошлый год более 100 компаний выразили готовность строить малые гидроэлектростанции. В рамках национальной программы развития страны до 2026 года запланировано строительство новых генерирующих мощностей как минимум 10 кг. Как отмечают аналитики, у Кыргызстана есть все шансы из страны-импортера электроэнергии стать страной-экспортером. Надежда Улсова, Раскельдика Кульбеков, Аллато 24. Итоги недели.